шалом многие образованные израильтяне сегодня относятся к еще хорошо а в диаспоре говорить о нем слух конечно труднее там давит стадный инстинкт но тут в израиле можно чуток расслабиться и по крайней мере в компании своих компании друзей признать тот факт что еще в конце концов был вполне кошерным евреем конечно он конфликтовал с еврейской религиозной элитой своего времени но это можно сказать о многих пророках танаха во всяком случае это никоим образом его не превратило в гоя он жил как еврей и умер как еврей другое дело скажут нам апостол павел вот кто был истинный основатель христианства говорят нам наши критики ведь если еще вот почитаешь матфея марка и луку и там ты видишь что еще проповедует что он проповедует он не проповедует самого себя он проповедует веру в бога израиля и соблюдение заповедей торы конечно он подчас толковал заповеди торы оригинально но по сути все-таки он оставался целиком и полностью в лоне иудаизма в своем учении своей проповеди он жил земли израиля он учил в синагогах они на стадионах и посылал своих учеников только к собственному народу как он их называл к потерянным овцам дома израилево а вот павел совсем другой тип он проповедовал веру не только в бога израиля но и еще самого и шо он заповеди торы то есть самую сердцевину иудаизма или отвергал вообще скажут нам или как-то задвигал на второй план и он что сделал он взял смерть и шо за основу и создал некую модифицированную версию иудаизма которая по его замыслу должна была быть одинаково удобоварима как для евреев так и для язычников то есть он создал фактически универсальную религию в которой нет ни иудея ни эллина и неудивительно что вообще неверующие в евреи в ешо евреи как они так и правый фланг мессианского движения павла не любит под крайне правым флангом я имею ввиду тех кто называясь мессианским верующим призывает нас жить не просто по заповедям письменной торы а по ортодоксальной аллахе то есть по заповедям так называемый устной торы и ни за что не назовет и шо богом но ладно бог с ними с неверующими из критиками из верующими крайне правыми мессианскими нам-то с вами как относиться к павлу ведь он же действительно давайте так положа руку на сердце говорит вещи для еврейского самосознания совершенно убийственные но только послушайте во первых он последовательно ставит евреев и язычников на одну доску проповедует одно и то же послание и тем и другим они только евреи почему понятно он считает что как те так и другие под грехом и решение этой проблемы соответственно одинаковое для всех он говорит что в отношении спасения между евреем и язычникам принципиального различия нет то есть что у евреев тут нет никакого преимущества перед язычниками и также он говорит что уверовавшие в еще и причем как евреи так и язычники погружены или крещены в одно и то же общее тело мессии опять-таки никаких отличий или преимуществ у евреев нет безобразие это не правда ли конечно форменное безобразие с традиционной еврейской точки зрения и павел идет в этом безобразии до конца и заговаривается настолько что объявляет не только равенство евреев и язычников но даже исчезновение еврейского послушайте исчезновение еврейского народа в еврейском же мессии машехи как парадоксально это не звучит он говорит причем неоднократно что в мессии нет ни иудея ни язычника соответствующие тексты вы видите на экране как же нам евреям на этого проповедника не ополчиться форменный антисемиды только уничтожает еврейский народ голыми руками полностью растворяя его в машехи вместе с язычниками и составляя из них обоих некого одного нового человека послушайте как он пишет об этом в посланнике ефесянам ибо он имеется ввиду мессии шо есть мир наш соделавший из обоих то есть из евреев и язычников одно и разрушивший стоявшую посреди преграду упразднив вражду плотью своей а закон заповеди учением дабы из двух создать в себе самом одного нового человека david стерн своем еврейском новом завете переводит последний стих так чтобы из двух групп создать в союзе с самим собой новое единое человечество если в этом новом человечестве по-прежнему есть две хорошо различимых группы то есть евреи и неевреи то с ним с этим человечеством еще можно жить то есть можно еще говорить о дальнейшем существовании еврейского народа но учитывая то что павел пишет в общины галатии и колосс становится ясно что он имеет в виду не это а что-то другое выглядят эти тексты взгляните на них еще раз пожалуйста так будто он говорит не о новых отношениях между евреями и язычниками которые теперь есть благодаря миссии шо а о полном упразднении различий между евреями и неевреем многие христиане понимают эти тексты именно так а как же понимать их должны мы с вами мессианские евреи продолжим разговор через неделю спасибо шалом и и и